Кому путешествия по замкам с привидениями, а кому отдых светит только в границах собственного города. Но этот отдых тоже может быть вполне веселым, интересным и познавательным. Да, кстати, можно отправиться, допустим, и отдохнуть на берегу озера Смолина или озера Шершни. А можно, кстати, отправиться в кинотеатр, и там хорошо провести время. Любители кино очень долго ждали открытия кинотеатров. Тем более, что многие премьеры были сдвинуты, перенесены на осень, и значит, осенью повод пойти в кино будет практически каждый день. Итак, 1 сентября кинотеатр откроет свои двери. Постановление об этом подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. И сейчас мы узнаем, как к этому долгожданному событию готовились сами кинотеатры. С нами на связи генеральный директор холдинга «Мегаполис» Александр Адольский. Александр Валерьевич, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Заявление Алексея Текслера застало вас врасплох, или вы долго готовились к нему и всегда были, ну, как бы, наготове? Вы все время на протяжении карантина ждали, когда можно будет начать работу? Ну, собственно говоря, неожиданности-то не было, поскольку «Мегаполис» давно уже вышел за пределы города Челябинска. И Челябинской области мы работаем, и в Самаре, и в Москве, и в других городах. И примерно ситуацию по стране знаем. Анонсирование открытия кинотеатров губернатором Челябинской области, конечно, было ожидаемо, но мы к этому были готовы, поскольку во многих городах в стране уже кинотеатры открылись. Да, у нас есть время сейчас подготовиться, то есть запустить рекламную кампанию, соответственно, заключить контракты на прокат фильмов, ожидаемых премьер. То есть это нормальная плановая работа, и замечательно, что в Челябинской области откроются кинотеатры, потому что зрители уже соскучились по кино. Конечно, соскучились. Мы, как зрители, тоже говорим вам об этом. А скажите, а какие все-таки изменения в правилах посещения будут? Те, кто посещает, будут ходить в масках? Или персонал только будет в масках? Шахматная рассадка? Что будет? Есть рекомендации Роспотребнадзора, в разработке которых ассоциация владельцев кинотеатров участвовала еще весной. То есть все, скажем, рекомендации и пожелания кинотеатров были Роспотребнадзором учтены. Будет персонал, конечно, в перчатках, масках, как во всех общественных заведениях страны работать. Будет уборка, санитарайзеры, то есть система рециркуляции воздуха. То есть все то, что рекомендует Роспотребнадзор. Между сеансами будет время увеличено для того, чтобы проводить санитарную уборку. Между сеансами протирать там кресло и специальными препаратами. Но что касается шахматной рассадки, которая рекомендуется, надо сказать, что наш мягкий кинотеатр уже технически подготовлен к этому. Потому что у нас более широкие кресла, более большие расстояния между рядами. И, конечно, технически мягкий кинотеатр подготовлен лучше, наверное, других кинотеатров к такой вот рассадке, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Ну, конечно, мы еще изменим и порядок рассадки в залах, чтобы людям было комфортно и безопасно смотреть кино. Ну, а те, кто, допустим, семья, да? Те, кто близкие, родственники, они будут, естественно, вместе? Нет, те, кто семья, конечно, они могут сидеть вместе и просто заявляют об этом, что они пришли вместе. Семья и социальную дистанцию... И их никто не трогает. Хорошо, тогда другой вопрос по поводу того, что именно вы будете показывать. Как уже говорили, премьеры были перенесены многие на осень. Можете рассказать, с чего хотя бы начнется новый сезон в Челябинских кинотеатрах? Ну, конечно, да. Несколько премьер, блокбастеров, больших ожидаемых были перенесены на осень в соответствии с тем, что такая ситуация в мире сложилась, эпидемия. Но хочу порадовать наших зрителей. Выйдет уже 3 сентября ожидаемый блокбастер «Довод» Кристофера Нолана. То есть мы все его ждем. Он перенесен на... Несколько раз переносился. Вот перенесен сейчас дата его проката начинается с 3 сентября. Кроме того, российский блокбастер выходит в конце августа и тоже будет показан, конечно, в начале сентября. Это «Вратарь галактики» продюсера Сергея Сельянова. Затем 3 сентября также «Новые мутанты», такой тоже ожидаемый блокбастер. Российский проект «Довод» тоже 3 сентября выходит. И ожидаемый многими проект «Сой» автобиографический также выходит 3 сентября. Российский проект, наверное, многие на него тоже захотят сходить. Анимация «Муланс» 10 сентября порадует наших маленьких зрителей. Алексей Валерьевич, вот, кстати, к маленьким зрителям то, что еще их порадует. С кинотеатрами мы поняли, с премьерами мы тоже поняли. А вот то, что касается детских игровых центров, которые также будут открываться, вы к этому тоже готовы? И какие там будут видения? Да, мы к этому, конечно, тоже готовы. Детские игровые центры тоже откроются в начале сентября. Все те же, так сказать, рекомендации Роспотребнадзора по санитарайзерам, по тому, чтобы персонал работал в перчатках, масках, все это будет соблюдено. Там количество посетителей будет сокращено, чтобы на определенной площади находилось определенное количество посетителей. Те же вещи по обработке территории. Все это будет, естественно, для безопасности наших маленьких посетителей. Все это будет соблюдено. Отличные новости. Большое спасибо, что рассказали нам сегодня об этом. С нами на прямой связи был Александр Адольский, директор холдинга «Мегаполис», генеральный директор. Мы желаем вам хорошего дня и отличного настроения. Ну а далее наша рубрика «Руки не для скуки». Мы покажем несколько лайфхаков, как починить мебель в домашних условиях своими руками.